Привет, зрители! Наконец-то я забрала в Альдрис свой кошачий заказ. В понедельник я ездила в деревню, во вторник у меня бригаде я надела, в среду я ездила в деревню. Встала как с собаком. Я вчера настолько устала, что у меня не было сил даже считать. В смысле, считать-то я ещё как-то осиливала, отвечать вообще не было сил. Я только сердечки проставляла, где видела, где оно того требовало. Короче говоря, у меня тут право по борту прыжки с парашютом, точнее с разбегу мы уже забираемся на кровать, минуя стульчик. И сейчас, походу, дело моей сумки мне тоже не достаётся. Ну, в своё время сумку слегка пытался погрызть, замочек, сумку от видеокамеры, на которую снимают, от Сони. Стишка ещё. В общем-то, да-да, я читала ваши комменты, но по большей части я читала по диагонали, некоторые читала повторно. Что-то вы там писали по поводу переноски. Ой, переноски какие-то там. Когтеточки, я видела эту гофрированную хренотень, я такую сама могу сделать, если у меня не коробок, овер, дофига. Но почему я выбрала вот эту вот штучку, тадам! Я обсчиталась, я думала, что у меня на 770 вышло, а у меня на 670. Видимо, я такая уставшая уже на тот момент, уже была немножко уставшая. Вчера-то я вообще совсем уставшая была. Короче говоря, 670 мне всё обошлось, спрей для приучения к туалету. Упаковочка с тремя на три применения. На три месяца хватит при случае капель для отблошек для котят и маленьких кошек покажу тоже. И вот это вот. Я заметила, как она пытается драть ножку стола на кухне. И когда я вот это в счастье увидела, решила, что оно как бы хочет, чтобы у нас это было. Антицарапки. Когтеточка-столбик на ножку стола. Данная разработка широко применяется в Америке и завоевала там популярность за счёт своей двойной экономичности. Во-первых, такая когтеточка намного дешевле обычных когтеточек-столбиков, так как состоит только из ковролина и липучки. Да, вот это вот лучше, потому что, ну, картонка, может, какие-то коты нормально её воспринимают. Мои, вот, какие у меня были коты, кошки. Дашка тоже любила драть коробочку, но не так сильно, как, допустим, Дишка. У этой проскальзывала такой момент, что она вроде пыталась драть коробочку. Кошки моих знакомых и друзей тоже любят драть коробочки. Но чисто подрать и поплевать зубами даже по большей части драть. Так, у меня тут коробочек сейчас пока под носом нету. Но, в общем, мои кошки любят драть коврик. А ещё любят драть то, которое вот типа коврик. Вот тут вполне себе такой вот этот коврик. Во-вторых, под обычную когтеточку нужно выделять место в квартире, что не всегда возможно. Наша когтеточка оборачивается вокруг ножки стола и не требует дополнительной площади в вашем доме, что является эффективным использованием ограниченного пространства. Размер 40 на 28,5 см. Состав ковролин и липучка. Когтеточка на ножку стола. Чё, опять не знаешь, как сползти? Ты ж тут это... Так, кто ж кровать-то грядёт? Ты ж на штульчик же обычно прыгаешь. У него стоит тут стульчик специально, чтобы на него запрыгнуть, а потом с него и впрыгнуть. Сделано в России. Когтеточка пропитанная экстрактом валерьяны. Ссылки на все товары есть в инфобоксе к ролику, где я снимала на телефон, там говорю, про Тишку и про теперешнюю кошку. Ну и я их снова оставлю уже в инфобоксе тоже, уже под этим роликом. Так. Открой меня, если сможет, а? А, тут оно просто в пакете этот, в Вайтберерский пакет. Там ножницы-то я, конечно, не взяла поближе. Я, наверное, говорила в каком-нибудь ролике, что я думала и купить маленькую переносочку временную. Ну, чисто как бы купить, чтобы была эта переносочка, как её возить в деревню. Но я поняла, что они все какие-то огромные или малюсенькие под каких-нибудь хомячков. Или вот оно же подрастёт. Я сначала подумала, что она подрастёт, перед тем, как я поеду, я закажу что-нибудь такое под её размер. А потом мне сегодня родственник сказал, а что, говорит, тебе деньги тратить? Типа, можно же в корзиночку. И я хотела вообще ещё для Тишки корзиночку, у которой вот две такие крышки, одна поднимается, другая при желании поднимается. Но тогда не было, когда вот я для Тишки искала. А для неё они, ну, в общем, я не видела такие пластиковые, они очень большие, маленьких таких или средних размеров. Я не обнаружила, может, плохо искала. Ну, конечно, если вы хотите сделать нам с Алиской подарок, то мы будем рады за такой корзиночки. Короче, выяснилось, что в деревне есть маленькая корзиночка, я туда на эту неделю снова поеду. Продолжать наш субботник с близким родственником. И привезу ей обратно. В общем, она как бы пропитана так, что чувствует только кошки. Вот тут липучка. Ну, и оно вот так оборачивается. При желании, я думаю, её можно снять будет. Ну, кто-то там беспокоился, что вот она потом будет всё остальное драть. Знаете, деревянные ножки – это минимальное, что даже это будет драть деревянные ножки. Да и ладно, у меня деревянные ножки. Стола, стула, деревянные ножки, маленького стула, маленького столика, стола – это меньшее из проблем, если возлежишь тут на кровати сегодня с ней, она уже пытается дать обои. Так что вот это оптимальный вариант. А, да, я хотела сказать вам цену её. Ну, по какой я покупала. Думаю, что она, в принципе, может, особо-то сильно и не менялась. Так, Витберс, иди сюда. Пока оно грузится, я тут достану покупки. Когти-точка. 217 рублей она стоила. Вот сейчас можно глянуть на неё, в принципе, сколько сейчас она стоит. 217 рублей она и стоит. Теперь у нас капельки. После видео я, когда закину ролик на монтаж, сегодня же делала монтаж, у меня там что-то наснималось ещё до деревни, что-то я доснимала ещё до кошки. С системником я решила потом купить внутренний картридер, когда котёнок подрастёт, где-нибудь осенью ставить его, потому что сейчас бесполезняк разбирать компьютер при котёнке. Ну и планирую заказать за, там, что-то около тысячи, почти за 1700, там, 3 USB 3.0 и 4, точнее, USB 3.0 и 3 USB 2.0. В общем, с зарядником отдельным ещё проводом от компу. Какая-то такая штука, короче, на озон. Ну, и разветвитель, и USB-шный закажу потом. Чисто вот, чтобы он был, потом уже вот модернизирую компьютер. Короче, ладно, в общем, о том, что я там кое-что-то снимала, мне просто вот в последнее время не было совершенно времени, там, человеки писали, Мария, привет, писала, почему нет заставочки. Заставочка бывает, но когда, я редко монтирую, когда снимаю, но телефон чаще как бы записала, и сразу можно залить. Вот, с разбегу опять на кровать запрыгнули. И от того, что ролики там кое-какие есть, есть даже записанный ролик с ASMR-эффектом, вот сегодня, может, не знаю, если сил хватит, то есть за ASMR-ю ещё одну штуку, чтобы уж была, и сделать, и то, что для ASMR-а вытянуть. И тянуть, засходовать свои, скажем так, ресурсы. Вот, кстати, капельки, вот так вот выглядят. Сейчас скажу, сколько они стоят. Это насчёт того, что я тут глянула вчера в свой творческую студию, у меня там последние четыре ролика про кошечку. Капли миссис кис, капли репеллентные, для котят и маленьких кошек 188 рублей. Так, и сколько они сейчас стоят? А сейчас они, прикиньте, стоят 168 рублей, так что, если что, можете сегодня урвать подешевле. Тут у нас, они сделаны вообще в сентябре прошлого года, срок годности у них 36 месяцев. В упаковке три пипетки по одному миллилитру, для кошек весом до двух килограмм, для котят по полпипетки на приём, скажем так. Капли для отпугивания насекомых и ухода за шерстью. Вот такие вот капельки. Отпугивают блох, отпугивают клещи, отпугивают комаров. Бережная защита. И одна пипетка равна одному месяцу защиты. Ну, если маленький котёночек, то, соответственно, полпипетки равна месяцу защиты. Их можно с одного месяца. Вот такие капельки. Ну, и ещё одна штука. Мы, конечно, как бы ходим, иногда мы ходим, в смысле мы ходим, я становлюсь мамочкой в декрете, в смысле мамочкой уже родившей. Или истерии тех, которые считают, что их животные, питомцы, это их дети. Короче, котёнок ходит в туалет пару раз. Я замечала, что она сама ходила. Но чаще всего она, видимо, всё-таки не осознаёт, что ещё куда, как бы мелкая. Она терпит. Она, в общем, спала, допустим, сегодня со мной несколько часов ночью. Когда я проснулась, она проснулась, я её снесла до лотка. Она мяучит, не всегда понятно, то ли её взять на ручки погладить, то ли она хочет пожрать. Иногда она сама подходит и кушает. Иногда вот её надо поднести туда и показать, что вот здесь вот еда. Да, сейчас мы едим... Ладно, а сейчас она ест творожок. Мы едим, да, я этот творожок тоже ела, правда, не из-за её миски. Ест творожок и ряженку. Ну, и пьёт водичку, соответственно. И к туалету также на пару раз заходила сама, но чаще всего её надо туда нести. Она уже, правда, не шарится по углам, что типа, где мне вот тут усесться. Она как бы мякает. И не всегда ещё понимаю, вот какой мяк что обозначает, учитывая, что она мякает не как коты, вот нормальные взрослые, да, как-то так ми-ми, что-то такое. Я её просто... В первую очередь я её веду в туалет. Несу, сажаю. Там где-то один к двум, ну, два к трём даже так, что она действительно хотела в туалет. Второй вариант, что её просто надо было погладить, взять на руки, либо вот ткнуть носом в еду. Тут у нас такой фигня запакованный. Приучаем к туалету лучший друг. Фирма тут котик-собачка. Вот такая хрень. И сейчас я гляну, сколько она стоила. Вот я её покупала за 265 рублей, а сейчас она стоит чуть подороже, 286. Так, спрей лучший друг предназначен для выработки животных привычки ходить в туалет в строго определённом месте. Вода питьевая, спирт этиловый, аммиак, три мети... В общем, в скобочках, скотол. Так, перед применением флакон со спреем интенсивно встряхнуть, а затем распылить на расстоянии 20-30 сантиметров на газету пилёнку и положить её в лоток. Дать животному понюхать специально отведённое место, питомец скоро поймёт, что это место предназначено для туалета. Повторять процедуру часто, особенно при пробуждении животного перед сном и после еды. Убирать газету пилёнку после того, как питомец её испачкает. Применять 1-3 раза в день до достижения эффекта. Ну и, соответственно, хранить отдельно от продуктов питания и кормов от 0 до 30 градусов. Срок у него август 22-го года. Такой вот небольшой спрей. В принципе, кто-то писал отзывы, что маленький флакончик, то что, но я поняла, вот так вот чисто почитала по большей части по отзывам, вопросам, ответам производителя. Это вот хорошая штука, тут 100 миллилитров. В принципе, хватит надолго. Два года с даты изготовления. Ну и сделана она в августе прошлого года. Ну я думаю, что до конца срока годности мы, я её приучу ходить, вот уже самой так, а не ждать, когда там хозяин снесёт. Такая штучка. В общем, вот такой у меня обзор кошачьей требухи. Кошачьих, не то чтобы продуктов, ну можно сказать, да, даже так, кошачьих вещей. Напомню опять, что ссылки будут в инфобоксе. Если что, можете заказать себе. Ну и если кому интересно, то могу заснять видео потом, как мы дерём эту когтеточку. Хотя, может быть, даже будет момент, что если мне будет прикольно, интересно этот момент, что она там что-то берёт или ещё что-то делает, то я просто на телефон-то сниму. Вот не специально так ждать, когда вот сейчас подойду. Именно как увидела и как бы на камеру. Ну как-то так, короче. Ну и так это буду периодически снимать. Это животное куда-то, ну, залезло и утихло. Всем спасибо, кто осилил до конца. И всем пока. Не забудь поставить палец кверху.